Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня я хотела бы вам рассказать об акции, которая стартует на территории Костромской области. Она называется «Неделя детского телефона доверия». И в этом году проходит под девизом «Педагог, ребенок, родитель, найдем решение вместе». Мероприятия будут организованы с 20 по 30 сентября текущего года. В рамках «Недели детского телефона доверия» будут организованы мероприятия, где будут проведены уроки минуты телефона доверия и будут привлечены уполномоченные по правам ребенка. Также будут размещены информационные стенды о детском телефоне доверия, будет произведена раздача визиток с его номером. А возможно, во многих учреждениях образования, культуры, спорта, молодежи, а также социальной защиты населения пройдут конкурсы сочинений для ребят и конкурсы рисунков. Возможно, там смогут поучаствовать и их родители. Я думаю, многие уже слышали о существовании детского телефона доверия. Но давайте вспомним о нем и поговорим еще раз. Итак, детский телефон доверия — это психологическая служба, куда могут обращаться и дети, и их родители, и любой взрослый, когда у них возникают какие-то жизненные сложности. Хорошо, когда у вас в семье есть взаимопонимание, и вы можете поделиться своими переживаниями с мамой, с папой, бабушкой, дедушкой, братом или сестрой. Некоторыми переживаниями, конечно, можно поделиться с подругой или другом. Но в жизни есть такие ситуации, когда не хочется, чтобы близкие и родные люди знали о ваших проблемах. И здесь на помощь нам может прийти детский телефон доверия. Давайте вспомним еще раз его номер. Он звучит так — 8 800 2122. Хочется сказать, что детский телефон доверия работает круглосуточно. У него нет ни праздничных дней, ни выходных. И еще очень одна важная особенность состоит в том, что он является анонимным и абсолютно бесплатным. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, сегодня мне бы еще хотелось затронуть еще немалозначимую тему для вас и поговорить о существовании уполномоченных по правам ребенка. Вы знаете, что у нас указом президента в 2009 году был утвержден федеральный уполномоченный Астахов Павел Алексеевич. И его должность звучит — «Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка». Но в нашей Костромской области также в указе президента было рекомендовано, чтобы создавались свои уполномоченные. И в Костромской области работает Шадричева Нина Валентиновна. Она является уполномоченным по правам ребенка при губернаторе Костромской области. Но и в районах мы не оставили без внимания. Здесь у нас работает Бабкова Светлана Юрьевна. Она является представителем уполномоченного по правам ребенка по Буйскому муниципальному району. И Веселова Ольга Владимировна, которая является уполномоченным по правам ребенка по городскому округу город Буй. Все эти уполномоченные призваны помогать вам и защищать ваши законные права и интересы. Мы хотели бы вам пожелать улыбок, добра, счастья, чтобы на вашем жизненном пути встречалось как можно меньше проблем. А если уж и таковые встречаются, помните, что вы не одни. И есть неравнодушные люди, которые днем и ночью готовы прийти вам на помощь. И здесь необходимо вспомнить о существовании телефона доверия. Всего доброго!